Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Из первых уст» и сегодня мы поговорим о деятельности Клуба благотворителей при Ассамблее Североказахстанской области. Я вам с удовольствием представляю председателя клуба Аллы Кувшинову. Здравствуйте! Добрый день, Елена. Здравствуйте, Аллочка. Очень рада видеть вас в нашей студии именно вот в роли, скажем так, председателя, потому что до этого ты была у нас и как участница трио «Славянки», как певица. И вот сегодня ты уже представляешь такую, я считаю, очень серьезную такую организацию общественную. Это клуб благотворителей. Но расскажи, пожалуйста, почему при Ассамблее, как пришла идея, кому пришла эта идея создать вот такой клуб? Идея вообще создания клуба благотворителей при Ассамблее народа Казахстана возникла очень давно. Как всем известно, Ассамблея народа Казахстана уже четверть века, и за эту четверть века очень много что удалось сделать, удалось много совершить. Ассамблее удалось объединить разные этносы, разные веры вокруг себя под одним большим шаныраком. И спустя какое-то время пришла такая мысль, а почему бы, мы же делаем добрые дела, почему бы при Ассамблее не открыть клуб благотворителей? И семь лет назад мне поступило предложение возглавить клуб благотворителей при Ассамблее народа Казахстана по Северо-Казахстанской области. То есть, получается, семь лет уже клубом, да? Да, я уже семь лет руковожу клубом. Ну, я так поняла, почему именно ко мне обратились с этим предложением, наверное, потому, что уже в этом году 23 года моей благотворительности, вот такой уже большой срок. 23 года ты занимаешься благотворительной деятельностью? Да, совершенно верно. 23 года я уже занимаюсь благотворительностью, и это уже не занятие, не работа, это образ жизни. Я просто живу в благотворительности. Идея возникла, и мы ее все так поддержали, все члены Ассамблеи народа Казахстана. И это было очень правильным на тот момент, потому что семь лет назад очень активно начало развиваться движение, проводить благотворительные концерты, благотворительные баллы. То есть благотворительность обрела уже широкий спектр. Не то, что давайте скинемся, а давайте сделаем. И мы не просили, не ходили ни у кого, клянчили деньги. Мы собирали огромные концерты, мы собирали залы, мы приглашали предпринимателей, мы приглашали, разумеется, и акиматы, и сельские акиматы. И все с удовольствием приезжали и поддерживали наше такое большое и благое движение. И уже на протяжении семи лет могу сказать сегодня с уверенностью, на счету Клуба благотворителей при поддержке Ассамблеи народа Казахстана, при поддержке наших друзей во всех сферах деятельности, жизнедеятельности, спасена не одна человеческая жизнь. И это не только медицинская помощь, оказанная вовремя и собранная на это средства. Это и помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это и помощь людям с какими-то физическими недостатками. Это и помощь детским домам в том числе, и домам инвалидов, и домам малюток, и дому матери. То есть на протяжении всех этих лет сфера помощи совершенно разная. И с каждым годом все больше и больше людей, которые приходят с открытыми добрыми сердцами и предлагают свою помощь. Аллочка, а сколько человек в клубе? Можно ли раскрывать, скажем так, их имена, фамилии? Это совершенно не секрет. В клубе благотворителей принимают участие все председатели этнокультурных объединений нашей ассамблеи. И помимо этого, разумеется, и предприниматели. И у меня очень много друзей, которые пришли, ну, наверное, за мной пришли в клуб благотворителей для того, чтобы рядом творить добро, помогать людям. Вот это вот в первую очередь, как ты сказала, это организационная, да, организационная основа необходима для этого, да, я так понимаю, чтобы договориться, чтобы найти, чтобы провести. Это же все организационная большая работа. Вообще, я считаю, организация начинается с себя. Ну, наверное, не зря я стала председателем клуба благотворителей, потому что, когда я начинаю что-то делать, я не прошу кого-то помочь. Люди сами видят и начинают предлагать помощь. Они видят, что я начинаю двигаться в каком-то направлении. Я, разумеется, это начинаю делать не тихо, в силу своего характера. Я начинаю такую благотворительную волну поднимать, и мои друзья начинают подключаться. Мне звонят председатели однокультурных объединений, предлагают помощь. И вот в таком тандеме, вот в таком тандеме действительно можно делать большие добрые дела. Ведь когда ты один, как известно, в поле не воин, да. И когда я до момента прихода в Ассамблею народа Казахстана одна барахталась в этом большом океане благотворительности, конечно, была помощь, и насколько я могла, оказывала помощь. Но теперь я понимаю, что это была такая капля в море. Сейчас мы можем просто свернуть горы совместно. Давай поговорим о тех добрых делах, которые вот буквально недавно произошли, скажем так. Кому вы помогли, с чем вы помогли, с чем это связано, кто вам помогал самим? Начался 2023 год. И как мы все знаем, он начался не с очень веселых событий. Это землетрясение в дружественной нам стране, у наших соседей в Турции. Разумеется, клуб благотворителей и Ассамблея полностью откликнулись на призыв о помощи. Не остались в стороне. Было собрано огромное количество необходимых, жизневажных для жизнедеятельности предметов. И одежда, и обувь, и детское питание, и кто-то нес посуду, кто-то нес электрические приборы. И я сразу хочу здесь отметить, мы смотрели ролики, и мы видели, как в Турции выгружали целые КамАЗы, вот просто тряпья какого-то, ненужных вещей. И было стыдно за людей, когда вот, ну как вот, люди и так в таком бедственном положении находятся, в беде. И это казалось как насмешкой. Нет, наши люди не такие. Северный Казахстан, он не такой. Здесь каждый готов был отдать последнее, но не старое, рваное и ненужное. Люди несли все необходимое, покупали новые вещи, покупали новые бытовые приборы, покупали обувь. Огромное количество волонтеров Ассамблеи Жастар перебирали все это, раскладывали по мешкам, по коробкам. Все это паковал тщательно, бережно, с любовью. Каждая коробочка подписывалась. Кто-то рисовал смайлики, кто-то ставил сердечки. То есть настолько люди прониклись всем этим. И в один прекрасный день мы собрали целую большую газель, длинномер. Я села за руль своей газели и повезла все это в Астану вместе с ребятами. Ну вы просто, Алла. Ты водишь газель. Я вожу газель, об этом, мне кажется, знают уже все. И ты сама вот этот груз, да, вот эти собранные, скажем, благотворительные вещи, ты повезла в Астану? Да, мы повезли в Астану. Мы встретились с консулом, который с огромной благодарностью принял эту гуманитарную помощь. Мы побеседовали. Я рассказала о том, что там живет моя сестра, и я тоже очень переживаю. Она живет там уже более 20 лет. И что я очень переживаю за нее, за ее детей, за ее соседей, близких, родных. И просто за весь народ Турции. Никто не остался в стороне. И вот, вы знаете, отрадно осознавать, что мы готовы помочь не только своим, не только у себя на родине. Но зов о помощи со всего мира нам тоже не чужд. Ну, а потом начались свои благотворительные моменты. Пришел День Благодарности. И как обычно, 1 марта мы приглашаем, делая большие праздничные концерты, приглашаем ребятишек из детских домов. В частности, мы очень долгое время, уже много лет дружим с Архангельским центром временной адаптации деток, оставшихся без подпечения родителей. И на протяжении многих лет Светлана Анатольевна, руководитель бессменный, привозит ребятишек на наши праздники. Для них организуются благотворительные концерты, подарочки, угощения. И это тоже очень здорово. Разумеется, клуб благотворителей не остается в стороне, когда происходит у людей какая-то беда, пожары. В этом году, конечно, с зимы уже начались пожары, одолели. И даже был такой случай, когда мы начали собирать помощь пострадавшим в рабочем поселке, одной семье, собирали помощь. И вы знаете, Елена, в самый последний момент мне стало стыдно, что я узнала, не зная, кому мы собираем. Там деньги, вещи, обувь, все необходимое, посуду. И в самый последний момент я узнаю, что это мои родственники. Ну, так бывает. Вы понимаете, так бывает. Мне не позвонили они, не попросили о помощи. То есть, вы понимаете, вот это вот, это не то, что там родственные связи и родственники обо мне забыли. Нет, может быть, постеснялись, может быть, поскромничали, может быть, в своей беде даже не подумали. Но, тем не менее, получилось так, что, да, помогая своим родным, так вот неосознанно совершили. Ну, и теперь, наверное, и между вами отношения теснее стали, скорее всего, да? У нас так очень тесные отношения, у нас очень дружная, большая семья. Да, они хотели просто беспокоить вас. Да, они не хотели просто, видимо, в тот момент, как-то даже, зная, что сколько много времени я и сил уделяю благотворительности, скольким людям помогаю, наверное, свои всегда стесняются попросить помощи. Ну, вот. Наверное, так. Да, таков металлитет. Аллочка, скажите, а вот эти люди, которые помогают постоянно, да, вот я уже сказала, это одни и те же люди, да, как правило, или это абсолютно разные всегда люди, которых вы не знакомы? Есть костяк. Есть костяк определенный, это прежде всего мои друзья, предприниматели, благотворители, именно мои друзья. Леночка Семидоцких, Наталья Хан, Володя Витченко. Это тех, кого не надо звать на помощь, они всегда вот на раз-два, и они здесь. Они еще только где-то услышали, и они уже знают, что мы уже здесь. Какая-то энергетическая, мне кажется, даже связь. Да, мы так и называем, 9-1-1. 9-1-1. И вообще я хочу сказать, что вот когда была пандемия в 2020 году, клуб благотворителей здесь тоже не остался в стороне, и на базе моего предприятия, авторского агентства Гера, был создан грандиозный волонтерский штаб, как раз вот Володя Витченко, Лена Семидоцких, Наталья Хан, которая организовала огромные склады помощи гуманитарной, продовольственной. У нас на предприятии мы шили маски, 55 тысяч многоразовых масок мы отшили и раздали благотворительно. Это были и провизорные госпиталя, это были и блокпосты, это были и детские больницы, это было просто население, которое не могло нигде купить маски. Вы же помните этот период? Кто-то, конечно, делал на этом коммерцию, кто-то делал на этом свой бизнес, но мы тогда не могли просто не помочь. И вот этим дружным своим костяком, дружным своим коллективом, очень много ребят приходило, молодежи, которые готовы были день и ночь шить и помогать. А творческих сколько было деятелей? Алма-банных. Вы представляете вообще Алму-банных за машинкой швейной? А Яну Богову? Больше представляю на сцене, да, и конечно же. А Яночку Богову, представляете? Они сами шили маски. А Яна как раз была инициатором. Она тогда шила для моего предприятия, для моих ребят, которые обслуживали карантинные подъезды, были в спецобмундировании. Она для них шила маски. И показала тем самым, как можно шить маски. И вот я так и сказала, Яночка была инициатором движения от пошива масок. Вот. И мы прям целый цех открыли, нам еще даже швей и подарили машинки швейные дополнительно, да. И тогда... Переквалифицировались на время. Переквалифицировались полностью. Переквалифицировались. Потом мы начали, взяли лекала, контрабандой завезли ткань из Российской Федерации. И начали... Да, это тихо, это не для передачи. Да. И начали отшивать защитные комбинезоны, СИЗы. И эти комбинезоны попали, разумеется, в первую очередь в провизорные госпиталя. Это бахилы, это маски, это респираторы. То есть это все было в комплекте. И мы в первую очередь обеспечивали наших врачей в различных больницах, в провизорных госпиталях, в детских больницах именно СИЗами. Потому что на тот момент гуманитарная помощь еще немножко подоставала в наш регион. Хорошо. Я знаю, что недавно, это было в конце апреля, состоялась традиционная сессия Ассамблеи народа Казахстана. 32-я сессия в Астане. И ты приняла участие как делегата Североказахстанской области. Поделись, пожалуйста, впечатлениями. Что было на этой сессии для тебя главным, важным? Что ты для себя вынесла? Я, конечно, очень благодарна Ассамблеи народа Казахстана за предоставленную возможность присутствовать. И не только присутствовать, а быть спикером от Североказахстанской области на 32-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. С участием нашего президента Касым Жамарт Кемелюча Такаева. О чем говорила я? Вот как вы, Елена, думаете? О чем могла говорить женщина, которая занимается благотворительностью? Ну, конечно, да. Разумеется, о благотворительности. Я внесла предложение на рассмотрение сессии о том, что благотворительность в наше время приобрела уже настолько огромные масштабы, настолько большое влияние благотворительность имеет в обществе, что пора уже на это обратить внимание. Не только обществу, оно и так уже обратило внимание, но и государству. И в моей речи была просьба, обратите на нас внимание, помогите нам. Я тогда даже сказала, нам не нужно помогать деньгами, мы благотворители. Нам нужно просто убрать препоны на пути наших добрых дел. Какие препоны? Ну, например, существуют определенные моменты, когда ты обращаешься с просьбой предоставить зал для благотворительного концерта или площадку на улице для благотворительного концерта. И вот эти, а потом, а чуть позже, а давайте придите завтра, послезавтра, а порой завтра, послезавтра не терпится. Ну, это такая бюрократическая волокита, скажем так, да? Как была, так она и остается, к сожалению. Очень, к сожалению. И поэтому мы настоятельно просили, потому что я выступала не от себя лично, я выступала от всех благотворителей, я думаю, даже не побоюсь этого слова Казахстана, помочь нам в этом, убрать вот эти бюрократические препоны, открыть для нас двери, чтобы мы приходили и могли обратиться со своими предложениями о помощи. Мы не говорим, дайте. Мы говорим, нате, возьмите, но только не протяните время. Мы хотим оказать помощь вовремя. Такое дело, да, что каждая секунда просто дорога. Порой так. Конечно, там, если требуется человеку помощь, дорогостоящая, скажем так, операция, лекарства, там, лечение, это же счет идет на секунды буквально. Буквально. Порой на секунды. В этом деле действительно очень важно время, сроки. В 20-м году, сейчас возвращаясь немножко, 3 года назад, у нас действительно было, вот то, о чем вы сейчас говорите, Елена, когда порой дни и часы решали жизнь человека. Мы собрали большой благотворительный концерт для Надежды Боговик, хореографа, которая нуждалась в срочнейшей, после трех сделанных операций здесь, в срочнейшей операции в городе Москве. Ну, и, наверное, я не побоюсь этого слова. Мы всем миром помогли. И сегодня наша Наденька в Москве уже преподает танцы малышам. Замечательно. Живет и здравствует, живет полноценной жизнью. И мы этому очень тоже рады. И таких случаев уже на нашем теперь счету, в нашей копилочке благотворителей, ни один, ни два, и ни десятки. Скажите, вот на сессии, когда выступали, и постоянно сталкиваясь, да, вот с людской добротой, скажем так, да, с отзывчивостью, вот как-то определенно отличаются наши североказахстанские люди, скажем так, от тем, с кем вот вам удалось, может быть, когда-то встречаться, да, в других городах, странах, да, при другой, скажем так, обстановке. Есть что с чем сравнить, и в чем отличие наше? Я называю Петропавловск город добрых сердец. И, наверное, это неспроста. Любой призыв о помощи – это просто десятки, сотни, тысяч протянутых рук. Отзывчивость. Это открытые сердца, это отзывчивые сердца, это люди, готовые последней крохой поделиться, несмотря на то, что, не глядя на то, что будет завтра. Сегодня, сейчас этот важный момент. И особенно последние годы, особенно, почему хочу сказать, именно с 20-го года, это прослеживается четко и во всем. В любой помощи, в любом призыве, в любом, даже каком-то незначительном порыве помочь в какой-то мелочи. Нет того человека, кто бы остался в стороне. Я беседовала на сессии, ко мне подошел молодой человек с одной из областей, и вот он мне прямо так сказал, вы знаете, я вас очень много знаю. Я знаю в северном Казахстане о людях все, но я никогда там не был. И я бы хотел приехать, и чтобы вы поделились опытом, как нужно быть добрыми. Вот его слова дословно, как нужно быть добрыми. Именно в северном Казахстане. Именно вот в северном Казахстане. И вы знаете, Леночка, здесь, конечно, очень важный момент, наверное, все-таки нашего приграничного такого расположения. Потому что Цлина собрала в себя огромное количество разных национальностей. И ведь мы не делимся. Мы не делимся. Мы разные, но мы равные. И это слова нашего президента на 32-й сессии Ассамблей народа Казахстана. Мы разные, но мы равные. И, наверное, в этом заключается доброта, в этом заключается теплота, в этом заключается открытость сердец именно наших североказахстанцев. Ну что ж, я думаю, вот именно на этой ноте мы завершим, к сожалению, эфирное время подошло к концу, завершим наш замечательный разговор про благотворительность, про доброту, про отзывчивость североказахстанцев. Я думаю, что с течением времени благие дела будут только приумножаться. Я вам желаю, Аллочка, всего самого наилучшего, успехов в ваших добрых начинаниях. Спасибо. Спасибо вам. А я бы в свою очередь хотела чуть-чуть добавить. Конечно. Твори добро на всей земле. Твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо, услышавшего тебя рядом. Спасибо вам. Спасибо вам нашим телезрителям. За внимание. Увидимся в программе «Из первых уст». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...